Доброе время суток, уважаемые дамы и господа, и прошу прощения за незначительное отсутствие, но я уже объяснил, что у меня возникли некоторые проблемы с записью определенного прохождения, поэтому мне пришлось его сильно отмотать. Но сейчас мы поговорим не об этом. Вчера весь день и сегодня утром я проходил вот эту игру, водный, кстати, репак, где я его скачаю, я скажу, чтобы не проучить по щам, но найти его в интернете по нему можно. Он рабочий и не имеет под собой вирусов, по крайней мере. Что-то пытаясь подключиться к моей камере, но после этого Каспарский её забракировал, а игра всё равно работала без проблем. Но сейчас мы с вами должны будем поговорить о том, почему я не буду записывать её на канале никогда в своей жизни. На самом деле, давайте мы просто запустим игру, и я кое-что вам объясню. Давайте мы просто запустим игру, и я кое-что могу сделать. Сейчас я вам объясню. Так, где это? Так, допустим, другие... ...коррекция признана... Нет, подожди... А, вот... Вот у нас три персонажа. А, нет, это делается не так, а мы... Вот у нас три персонажа. Это у нас Анну. Учёный-пацифист. С жут... ...жутким психозом. Куча разных хобей. И... Идеи о том, что она должна спасти весь мир. В общем... Ну, короче говоря, обычный ботан. Это... Это... Её брат. Октарио. Ну, как брат. На самом деле, это гопник, которого она как-то вытащила из горящего дома. И так они... Стали... Типа братом и сестрой. Они, на самом деле, не родные. И... Из этого можно было бы... Составить неплохую идею, но... Проблема в том, что... Как вы видите, у меня уже пятый эпизод. Так вот. Основная движуха начинается только в пятом эпизоде. Я не буду вам спорить, что происходит в первых четырёх. Я просто скажу, что это грёбанный пиздец. И... Если ты по-другому не скажешь... Прошу прощения, что бытиюсь, то это просто... Потому что у меня было столько впечатлений, что я нахожусь... На приёме психолога и в группе... Поддержки и... Ещё каких-нибудь срывных душ. Потому что... Все четыре эпизода... Крутятся вокруг отношений вот этих вот двоих. И тем, что они не могут понять друг друга и так далее и тому подобное прочее. Надо сказать, что... Эти оба... Они неудачники. Так же не будет спойлером сказать, что нам показали Иса из первой части игры. Помните такого парня? О да! Вот жив и здоров, более того, он заведует Атерсом. Но это мы и так знаем. Из последнего эпизода. Он заводил пациентов на эту корпорацию и теперь является большим боссом. Однако здесь... Из рейса выжили почти всю его харизму, которая у него была. Появляет его в обычную корпоративную сворочь. Более того, тут нет Фионы. Хотя есть небольшой спорь. Фиона появляется в самом конце, в титрах. И это типа далёк на второй сезон, где будет участвовать она. Да! Но если второй сезон новых байк из пограничья когда-нибудь выйдет... Я не советую вам в него играть. Соколовите время. Сокрайте лучше в первую часть. Потому что, ну серьёзно... Вся... Четыре эпизода из пяти не имеет никакой... Не имеет никакого движения. Какой динамики, никаких приключений, никакого безумия. Всё, что пытаются сделать эти два ушлёпка, открыть в стартап. То есть, они на шее непонятно какую хренотерги хотят использовать её. Сеструха хочет использовать её, чтобы исцелить мир. Братегик хочет использовать её, чтобы на этом заработать. И, собственно, из-за этого они постоянно срутся. Он подчеркнул, оба неудачники. Причём не такие неудачники, которым ты обычно сопереживаешь, какими были Фиона и Лиз в самом начале. Потому что эти неудачники выкарабкивались, ты видя, как они менялись, как они сдружились, как они двигались, как они изменялись. Здесь вы этого не увидите. Вы не увидите того, как Алис из Щёгоря превращается, вообще-то, в нормального мужика, который ради своих друзей готов пойти на всё. Вы не увидите, как Фиона, мягкая боришка, превращается в матёрое искательное сокроводилище. И, конечно же, вы не увидите в конце эпичной битвы. Не, ну как? Вы их, конечно же, увидите. Но это эпичная битва. А там, как в аниме, знаете, вот вспомнить того же брича и очевидные Наруточа, когда героя бьют 18 тысяч лет, и от него не остаётся живого места. А потом он встаёт и из силой дружбы накиряет боссу по морде. Причём босс явно сильнее его. Вот именно такую битву по улице. Что сказать о Фредди? Фредди – это вообще отдельная личность. Как ни странно, повестки здесь нет. И значительно, я думаю, что она здесь есть. И она и действительно есть вот так, тупо вскользь. Так вот, Фредди у нас бисоциалка. То есть она и по девочкам, и по мальчикам. Но Брага об этом напрямую никогда не говорится. Она просто даёт такие намёки, идеи и прочее. Сова по тебе человек, она не проходит. Но что сказать о Фредди? Фредди – это такая, опять же, типичная неудачница. Ту, которая в школе затирали ненавиди. Которая презирая за её необычность. Которая про непонимаемого своим окружением. Которая однажды по ошибке раскручивая город. Но это другая история. Но, однако, из этих двоих Фредди является самый харизматичный из всех. Потому что Фредди имеет харизму определённую. Харизма эта заключается в том, что Фредди... У неё проблемы с самоконтролем и с гневом. Из-за чего она очень часто психует и выходит из себя. Но, в конце концов, никто не говорит, что гнев – это плохо. И, в конце концов, Фредди становится хорошим бойцом. Несмотря на то, что она сидит в инвалидном кресле. И, нет, это не из-за того, что она много весит и не может ходить. Хотя, изначально я об этом так и подумал. Но, нет. В дальнейших граммах описываются её годы. И, там становится понятно, что, даже когда она была маленькой девочкой, пойди себе худенькой, она ходить не могла. То есть, это у неё врождён. И в этом нельзя, нигде неуёмный аппетит. Что касается её креслица, это вообще отдельная история. Оно не говорящее, но оснащено огромным количеством всяких разных прибород, которые изначально не были предназначены как оружие. Но, в конце концов, Фэнни использует это кресло крайне креативно. И от этого хуже, как говорится, не становится. Что ещё сказать? Как раз, сбора команды, ситуации и прочего, поиска хранилища не будет. Потому что, эта ситуация вообще на задний пран задвигается. Её с самого начала решается. Она решается волшебным поворотом в Мэйсю. И после, мы сосредотачиваемся на вот этих вот двоих. Фэнни тоже участвует, но она участвует в походе, как большая мама. Большая мама со странностями, которые пытаются их обоих привести в время неадекватное состояние. И временами у неё это получается. Но только временами. Ещё из запоминающихся персонажей здесь есть Руи. Это такой робот-убийца с пацифистическими нагромностями. Скажем так, ему не хватает хаизма грузчика. Совершенно не хватает. И он вечно зациклен на собственном, на том, что его запрограммировали быть убийцей, а убийцей он быть не хочет. Более того, эта модель запрограммирована таким образом, что убивать он может только тех, на кого получил контракт. То есть, без контракта он не способен и, точнее, не хочет убивать. Что делает его абсолютно бесполезно. Хотя здесь нет крупных замесов, как, например, в первом эпизоде первой части и, естественно, в пятом эпизоде той же части, мы часто встречаемся с очень опасными ситуациями. Которые следовало бы разрушить, стали доброй по его. Но этот пацифист, вместо того, чтобы защитить своих друзей, начинает рассуждать о том, что он бесполезен, не нужен, не важен и прочее. Это было бы забавно и интересно, но, опять же, единственное, что он сделал в свое время, это грубые и ненужные самопожертвования, которые, в отличие от пожертвования того же грузчика, не пробивают на эмоции совершенно, потому что вы к тому моменту начинаете просто доставать. И если при встрече с грузчиком в любом эпизоде, начиная с самого первого, когда ты понимаешь, что он нечто большее, чем просто огромное двое, способное всех раскричать, вызывает определенные эмоции, позитивные эмоции, определенные. Не хочется его обижать, не хочется говорить, что он просто машина и кусок мусора, не хочется делать ничего подобного, а то вот уи, уи просто кусок металла. Что еще здесь есть? Здесь, естественно, есть парочка персонажей, я уж, на самом деле, не помню, как их зовут, вот как, вот настолько все получилось. Я не помню, как зовут лучших друзей вот эту пахана, потому что его показывают, потому что их показывают один грёванный раз в первом эпизоде и все, о них забывают напрочь. Если в первой части все важные герои, включая красавчика Джека, держатся вместе практически до самого конца и остаются вместе, ты начинаешь понимать, что это действительно глубокая, дорогая дружба, на которой работает, да, с юмором, да, с кринжом, или юного рода, но здесь ты робишь кринж постоянно, и это не тот кринж, которого ты ждешь от Борда Рэнс. Это совершенно не тот кринж. Есть также одна психопатка, но, знаете, психи жили на Пандоре. Так вот, есть одна психопатка, а, да, история эта происходит на другом мире. В описании к торренту бы рассказано, что это Пандора, только вот это ни хрена не Пандора, это, поймите, совершенно новая планета, совершенно новым видом, не пустынная, а как раз земного типа, то есть с океанами, городами и прочее. Но проблема в том, что попутешествовать по этой новой планете нам не дадут. Сюжет сам по себе исключает такую возможность. И нам приходится вращаться вокруг одного грёбанного города, а ещё хуже, вокруг одного грёбанного кафе, которое, в конце концов, ненавидело настолько, что я даже заговариваться начал. Вы понимаете, насколько всё плохо? И что сказать? Скрепка, скрепка, ну, скрепка действительно харизматичная баба. Она, как все психи, оборадает вот этим безумным, безумным, безумный харизмом, который ты, ну, который ты рожёшь, но ты просто не можешь остановиться, тебе хочется узнать, что с ней произойдёт. Но, то что случается? Со скрепкой мы встречаемся в первом эпизоде, и всё. И впрочем до пятого эпизода, её нет. Потом, её просто убивают. Причём, убивать не выстрелом в голову. Я это говорю не потому, что это спорь, а потому, что это в любом случае произойдёт. Хотя, надо будет просто ставить в дизайне видео, что спорь всё-таки возможно. Но, ещё раз говорю, я всё это говорю не для того, чтобы обрамать вам кайф. Я говорю вам об этом, чтобы вы понимали всю ситуацию. Хороших, интересных, поистине сумасшедших персонажей, а их там целая тройка, из них можно создать отдельную команду, два друга вот этого кое-что видит, и скрепка, с которой мы встречаемся всего один раз, а потом её пускают в расход. И, откровенно говоря, за судьбой другой команды, так сказать, альтернативной, мне среди них было бы гораздо интереснее, потому что они безумные, по-хорошему безумные, а среди них есть одна девушка, которая в парне понимает, что делает, именно она внесёт дою рационализма в это всё безумное. Что касается вот этих троих, я искренне пытаюсь их полюбить, искренне, искренне, но при этом я не смог этого сделать, я не смог им сопереживать. А, есть ещё одна проблема, жуткий движок, просто жуткий, а точнее даже не движок, движок-то хороший, у меня ничего не рога, у меня же машина-то мощная, но проблема в том, что сами модельки персонажи, ну вот, вот, вы на это посмотрите, вот это вот, вот этот вот говник, а вы ещё обратили внимание на велику лица, это просто какой-то капсец. Вот когда всё это происходит в динамике, от этого тошнит. Первое время, когда я это увидел, я подумал, какого фига вообще творится нахрен. И знаете что? Случаются ситуации, когда новые технологии не спасают, если у художника руки кривые. Так получается, что первая часть Бордера мне показалась гораздо более стильной, гораздо более чистой с точки зрения именно стиля персонажей, чем то, что мы имеем здесь. Совершенно ненужные мимика лица, совершенно ненужные выражения, совершенно ненужные движения. Но Фэн-то этим не грешит, её просто иногда на кресле закручивает, а так, как я говорил, она самая нормальная из них всех. А вот, что касается Анны, то это вообще форный трынец. Я, как уже сказал, она обладает огромным количеством фобий, огромным количеством закидонов. И из-за этого мне кажется, что я играю не за учёного, у которого несколько степеней, а на самом деле именно так её и представляю, а за какую-то психованную школьницу, которая не то, что недавно появился парень, а которая состоит во множестве кружков по спасению мира, и нигде не успевает. В конечном итоге я так же не понимаю, почему Ризан сделает настолько выудушен. То есть вы должны понимать, что с ним мы встречаемся тоже только один раз, и он начинает затирать Анну на тот факт, что вместо того, чтобы производить оружие, ты занимаешься всякой хранением и пытаешься спасти мир некруто-чуриха. Но проблема в том, что это, как это сказать, это кризирует в башке у меня, потому что у меня к концу пятого эпизода Алис получился гораздо более человечным, чем тот же красавчик Жэк. Он же сам сказал, что найдёт другой способ зарабатывать деньги, что они важны, но можно найти и другой путь. Он благодарен своим друзьям за всё, что произошло. Я понимаю, что это не прямое продолжение, и если что, здесь нет переноса сохранения. Здесь нет переноса сохранения, естественно, потому что это совершенно новая история. И хотя здесь присутствуют старые персонажи, даже не думайте, что они будут действовать в соответствии с теми выборами, которые вы сделали. А не смотря на определённые моменты, в первом Бордоренсе было несколько важных выборов, которые влияли на характер персонажей и даже на концовку игры. Так вот здесь всё это пустили в унитаз. Что касается... Сейчас мы посмотрим. Что касается... О, персонализация, пожалуйста. Что касается скинов и прочего. Вот у меня 57 тысяч местных баксов. И это моя личная претензия. Вот они скины. Скины, 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 скины. Вы только посмотрите на эту хренотень. Вы только посмотрите на этот ужас. Дело в том, что вот такой образ, он никак не коррекируется. Естественно, если вы смените её скинчик, и её характер не изменится от этого, такого не бывает. Тут нет секретного чита, благодаря которому она станет уверенной в себе панк-рокершей. Нет. Она останется такой же психованной девахой, только в более крутом наряде. Есть ещё вот такой наряд, например. То есть я хочу... Проблема в том, что и в первом сезоне от этих скинов не было ровным счётом никакого дураку. Но ты всё равно их покупай, потому что даже без особого пака, который, кстати, уже не достать, потому что ТР наклеились, там были несколько интересных скинов. Здесь же происходит вот такая вот хренотень. Вот на этот пример посмотрите. Это же не дать не взять одёжка с ультсиньёра из 80-х. Это просто ужас. И вот это местный граф Дракуа. Знаете, опять же, если бы характер Октави этому соответствовал, и вот этому, например, но его характер не соответствует большому вороти, его характер не соответствует всему этому виду. Он вот такой. Он просто оборванец, который пытается всеми силами доказать себе и окружающим, что он важный и очень крутой бизнесмен. Хотя на самом деле это далеко, далеко не так. Опять же, часы, которые никому не нужны. Ускорите, ИДФН. Но это всё сказано мной для вас, чтобы вы понимали, что вот деньги здесь не нужны даже для самого удовлетворения. Причём, обратите внимание на цены. Цены на скины в этом магазине скажем прямо скромные. И даже если бы я хотел скупить всё к пятому эпизоду, у меня было бы достаточно денег, чтобы обуть их всех. В то время как в первой части этого не было. Да и не нужно было. Я купил там всего пару скинов. И вообще скины вряд ли им нужны. Меня всегда поражало, что в игре про большие пушки нет, собственно, автоматов с большими пушками. Потому что, если вы не знаете, в оригинальной бороде, помимо автоматов со скинами, есть ещё сюрприз. Сюрприз. Автоматы с пушками, которые ты можешь заменить, изменить. И даже если бы это был простой скин. Ну вот, например, на примере Фрэн я вам покажу вот этот вот скинчик. В крае ночи. Это просто какой-то кошмар. Это какая-то буфера из Симпсонов, который очень не повезло попасть под машину. Проблема именно в этом. Нет ни одного скина, на который ты хочешь потратиться. И нет ни одного действительно важного предмета, который ты можешь купить. И хотя я образил абсолютно всю игру. Всю игру. Я не нашёл там ничего, на что можно потратить все эти деньги. Вот обратите также внимание на это. Это у нас... Подожди, а это кто? Это Ирина. Мощная. Итак, здесь в игре есть такая мини-игра, которая называется «Искать и хранишь». Сюрприз-сюрприз. А как же ещё она может называться? И вот, знаете, это как... Маленькие дети в солдатиков играют, когда... Ты просто бьёшь одну фигурку другой. И ничего. Это лёгкое кутыье. Здесь даже нет броска кубика. Здесь нет механик атаки. Здесь нет ничего. Всё тебе... Всё, что тебе нужно сделать, это просто выполнить простейший кутыье. Если ты его запомнил один раз, ты запомнишь его навсегда. Потому что... Потому что соперник всегда действует по одной и той же схеме. Если ты её запомнишь, ты будешь побеждать всегда. Я не знаю, где найти остальные четыре фигурки. Да мне они нафиг не сдались. Но... Открою вам секрет. Вот эта фигурка Амары. Она вообще нагибучая. Сильно нагибучая. Причём находите вы её в первом эпизоде, если будете внимательны. И вот этой Амару я прошёл почти все... Все... Бои, что здесь были. Их было немного. Но, откровенно говоря, все эти стычки абсолютно бесполезны. То есть, единственное... Более того, ты уже сражаешься даже не со своими друзьями. Типа, как это... Пояселись где-нибудь в фургончике, поиграть вечер, а комбрасавица... Нет! Ты играешь с одним безумным корпоративным парадом, который преследует тебя акенемизида. Но, как я уже сказал, он постоянно использует одну и ту же тактику. И поэтому параномерно мне придумали. Откровенно говоря, я никогда не понимаю подобных увлечений. Не в том смысле, что я не увлекаюсь ролям настолько или самими настолько. Но, не имея возможности хоть что-то сделать. Не имея хоть какой-то возможности в боевке, кроме сраного кутыря... Ты как-то разочаровываешься, самая маленькая. Мне уже далеко не пять лет. И я далеко не конченный гик. Что касается эпизодов... Можете убедиться. Их тут раз. Первый эпизод так и называется. Стартап. Вот этим самым стартапом... Мы будем заниматься последующие четыре эпизода. Последующие четыре эпизода. Пусть вас не обманывает история. Но все вот это вот время. Все время. Впрочем до пятого эпизода. Мы занимаемся исключительно их гениальный бизнес. И это в мире. Где тебе на улице могут подстроить. Где на тебя может быть объявлен контакт с другой системой. А ты об этом даже можешь и не знать. Где ты можешь возвыситься и тут же пасть. Потому что какой-то псих сожрает твое лицо. И именно вот этого я хотел увидеть. Этого хорошего, срадкого, отборного безумия. Но этого нет. И хотя Gearbox сами помогали разработчикам этой игры. Но при этом, мне кажется, сценарист понятия не имеет, какого фига он делает. Потому что еще раз объясню. Здесь нет боев. Здесь, ну вернее, есть парочка стычек. Но это именно стычки. Это не мясо кровища. Это не эпичные побоища. Это не битвы с гигантскими боссами. И не битвы с тоннами врагов. Это всего лишь пару стычек. А еще есть тут одна говорящая пушка. Зовут ее Брок. Я не буду говорить, где вы ее встретите. И вот этот самый Брок как раз, пожар, единственный из всех их, который добавляет, ну, конечно же, который добавляет присущую Борде такую безумность. Потому что этот психопат действительно безумный. Я, откровенно говоря, надеялся, что когда вот этот вот ушел его подобрал, я, откровенно говоря, надеялся, что он возьмет его с собой. И мы будем как-то выстраивать с ним отношения. Знаете, как это было с красавчиком Джеком, например, когда мы выстраивали с ним некие отношения. У меня они вышли плохими, потому что я вообще не доверяю кому-то, кто кроется в моей личности и пытается ее форматировать. В конце концов, Джека я посрал на атрибуку. И не жалею об этом. Но то, что Джек был харизматичным засранцем, этого я отрицать не могу. Таким же харизматичным засранцем барбал. И знаете, что делает этот ушелевок? Он выбрасывает Брока спустя всего минут десять. И после этого мы не увидим его еще долгое время. Потом случится еще одна встреча. Еще одна. Но этот ушелевок оставит его со словами. Может быть, хватит уже убивать людей. То есть он не возьмет его на руки. Не скажет, типа, теперь я твой папочка, или я твой друг. Но нет, он этого не сделает. Он просто оставит его вояться. А бедная пушка будет орыдать и вопить от того, что не может никого застрелить. И откровенно говоря, единственная надежда на безумную, в хорошем смысле, сюжетную линию рушится. И у нас остается только линия псевдопацифизма, взаимного доверия, невопрощенных надежд, идей, которые в итоге рухнули. И то, что мы искали, в конечном итоге поравнули. Три нас самих, как говорилось, вырвают в полном этажке по губке Бобу. Но именно это вы увидите, играя в эту игру. Вы не увидите того, чего ожидаете. К тому же, должен предупредить, это уже касается РИФАКа и Русской организации. Русская организация, точнее, организация, русские субтитры. Здесь просто ужасно. Я не знаю, как ребята из ЗОГа это переводили, но обычно у них качественные переводы есть. Боже мой. Кто-то, по-моему, заставил писать перевод в нейросеть и просто запихнул весь имеющийся текст в переводчик. Это просто ужас какой-то. Отсутствие скринений. Отсутствие контекста. А еще, что не менее важно, субтитры за всех персонажей теперь каким-то черным. Всего одного цвета, синего. И ты просто физически иногда понять не можешь, кто же с тобой разговаривает в данный момент. И не можешь уравить всю эту ситуацию. При этом, откровенно говоря, с моим донным знанием английского, откровенно донным, идущим еще со школьной программы и с роликов на ютубе, где я пытаюсь что-то там понимать. Так вот, даже при моем донном знании английского, я понимаю, что многие шутки и многие диалоги построены гораздо лучше, чем они переведены. И, откровенно говоря, я просто жарю с этим субтитрами, потому что, ну, знаете, в английском языке очень часто, если переводить на прямую, то есть слово в слово, транскрипцию, получается какая-то ерунда. То есть, например, I'll be back означает «я буду спиной». На самом деле это означает «я вернусь», и все это знают. Но если переводить на прямую, то звучит это именно так. И вот там очень многие куски, смешные куски, забавные куски, которые дают хоть немного отдохнуть от всего этого транша, они переведены прямо, прям настолько прямо, что даже ваша учительница английского языка справилась бы лучше. И это на самом деле капец. С переводом здесь беда. Что касается всего остального технического испарения, то таких гаюков, багов и так далее я не заметил. Я затупил только в одном месте – ай да, тут очень много сортирного юмора. Если в первой части, хотя нет, тут немного сортирного юмора, но он присутствует. Если в первой части мы видим садистский юмор, чаще всего, то есть связанный с убийствами, расширениями и прочим, то здесь мы встречаем в основном сортирный юмор. А еще моя личная претензия. Последнее, и мы заканчиваем. Это вид крылови. Это вид нынешней крылови. Вид крылови персонажа. Потому что он мультяшный. Он откровенно мультяшный. И да, я говорю, что он мультяшный, при этом помня, что первая часть «Блодаренс» тоже выполнена была в комиксовом стиле. Но поверите мне, когда в кого-то там стоять, ты веришь, что ему больно. Ты веришь, что у него кровь идет. А есть такое ощущение, что тебя просто намазали кетчупом, при этом мимика героев не помогает. Они старательно пытаются изобразить физическую боль. Но от этого ты веришь только очередной кримич. Я думаю, что этот небольшой подкастик попадет скорее в рубрику «Бремежор». К сожалению, я прошел целиком. Но на канале я записывать ее не буду. Если кто-то надеется на это, то нет. Можете даже отписываться. Но второй раз я этого не пережил. Единственный нормальный эпизод – это пятый. Я мог бы отдельно снять пятый эпизод и просто выреживать его на канале. Поверьте, вы ничего не потеряете в этом случае. Но в таком случае я не думаю, что мы сможем получить ту концовку, которую получил я в свое время. То есть сегодня. Ну вот, собственно говоря, и все. На этом мы с вами прощаемся и увидимся в гораздо более лучших играх, я надеюсь. Кстати говоря, о хороших играх. У меня возникает в последнее время столько же ранее про эти «Стражи Галактики» от ТРФ. Конечно, я понимаю, что эта игра получила домные отзывы. И на самом деле я понимаю, почему персонажи деревянные, диалоги порой кривые, косые, горбатые. Но япона – мать. В этой игре есть некий дух самих «Стражей». И если в этой игре, в новых байках с «Пограничья» я не учувствовал того божественного аромата, который исходил от первой части. Крови, кишок, мускус и хорошей истории. То здесь, то в «Стражей Галактике» существует определенный хороший темп в этом смысле. Потому что, несмотря на то, что сами персонажи выглядят, откровенно говоря, про ухо. Хотя, что уж греха дарить. Посмотря на этих персонажей и сравнивая у себя в голове их с Питером Кавриром и той же ракеты, знаете, что я думаю? Я думаю, что они были не так уж и против. Потому что, несмотря на то, что у них были проблемы с мимикой, и они были деревянными или даже просмассовыми, по крайней мере, их не пытались излишне оживлять. А характер дали немножко другим способом. И, откровенно говоря, эту игру я прошла в раз гораздо больше. Единственное, почему я этого до сих пор не сделал, это потому что там огромное количество музяки из 80-х. И я просто нафиг боюсь, что у меня эпизоды начнут выпиливать и блокировать. Я могу попробовать их записать, парочку, и посмотреть, как Ютуб на это отреагирует. В принципе, сейчас, с новой его политикой, когда музыку в играх он может и не тронуть, и если об этом заявил я сам право обрадовать, то, может быть, и пронесет. Но, если не пронесет, я буду очень расстроен. Не потому что монетизации не будет. Монетизации отключили давно, и вряд ли подруга в ближайшее время не на монетизацию плевать. Мне будет не плевать, если из-за этих роликов я поручу несколько страйков и мне канал снесут. Я понимаю, что у меня там не несколько миллионов просмотров и не несколько миллионов подписчиков. Но, тем не менее, тем, что я делаю, я действительно дорожу и ценю. Я вкрадываю в это время и усилию. И если я потеряю этот канал, я, конечно, не повешусь, но это будет очень большой для меня удар. А потому стражи-гарактики могут быть теми ребятами, которые запоят мне уже почти три года ютубной жизни. Не всегда удачной, не всегда успешной, но все же моей и все же, как показывает практика, безразличной далеко не всем. Что ж, на этом мы заканчиваем. С вами, как всегда, был Антон Сорокин. И помните, что есть фрики, которым ты сопереживаешь, которых ты любишь и ценишь. А есть вот такие фрики, которых ты ненавидишь и придираешь. И надеешься, что они изменятся хоть чуть-чуть, но этого не происходит. И нет абсолютно ничего плохого в том, чтобы ненавидеть какого-то персонажа, особенно если он этого заслуживает. Все. Закончили вещание.